друзья мои здравствуйте еще раз но я смотрю и цена на нефть начинает расти потихонечку кто-то значит ведь это не может быть почему потому что в экономике мировой крах они растет пути владимир путин администрация президента договорились западом и видимо пойдут на какие-то уступки но и назначение анатолия чубайса представителем международной организации еще подтверждает тому что путин поднял руки кверху ну и в общем то так сказать за плата за то что он пожизненный президент россии в общем-то его и так сказать признание и что называется выполнение всех рекомендаций ну а что сдавать уже так что остается только страны снг да то есть фактически мы ходим с украины мы за белоруссию мы таскать не вмешиваемся в конфликт армении и азербайджана то есть то есть вот оставались только страны снг то есть мы фактически и это условия запада принимаем парадигму либеральных ценностей однополым по однополым бракам вряд ли я думаю что здесь они тоже пойдут на какие-то уступки по несущественным проблемам но очевидно что фактически владимир путин за то чтобы запад признал его легитимным пожизненным президентом россии ну фактически идет на уступки он понимает что он не состояний противостоять такой мощный мощный нападку со стороны это будет сдавать вот как с тем сравнить можно но вы знаете вот россия в этом плане но ведь уже когда-то все это было вы затем в риме был же перец и принципата и периода домината доминанта деклетиара домината церквиана августа цезарем принципат ведь в чем особенность принципата вот мы его пережили формально не тиберий не клавдий не нейрон не каллигула следующий они не были императорами они были первыми сенаторами да и ведь почему убили юлия цезаря брут и его компания они обвинили цезаря в том что он пытается обвинить объявить себя царем а тогда когда партнеля гордого прогнали народа рима потому что он изнасиловал и свалку это было самое страшное для политической элиты когда один из сенаторов объявляет себя царем и уничтожает систему республики и формально с октавиан августа октавиан август тоже был всего лишь принцип сам первым сенатором но фактически де-факто происходил процессы удрубаться и полной власти то же самое у нас формально действовали и выборы и дума была какая-то и фракции из какие-то ну все же понимают что это формально на самом деле ну и в период домината когда я пить я провел уже знаменитую реформу его административную фактически господином себя объявил но он не нуждался в существовании формальных институтов и фон собственно летом сената двадцатого года прошел опыт из домината да когда путин фактически объявил себя пожизненным президентом то есть фактически внес изменения в конституцию и как следствие пошел на уступный запад переговорщикам на для 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 что называется для договариваться чубайс ну а дальше же вы помните чтобы а дальше были реформы константина великого да когда верю таскать изменена была вера христианство полотов когда ну там где был о веротерпимости фактически рим из встроенной системы пантеонов богов ну стал стал так сказать христианской страны сначала восточной и так далее в этом плане интересно очень была книга Мерешковского у него Мерешковского очень печальная судьба он был автором в 1902 году в 800 написал это после дня воспаления поэтому я прошу прощения он написал манифест символизма кстати между прочим естественно что тогда Ленина была двадцатого года он был студентом в Саратове он не мог читать этого манифеста и многие работы три составные части я писал об этом у себя в блоге три составные части там марксизма который Ленин так сказать и мы в институтах называется все это конспектировали сдавали они же между прочим то есть навеяны вот этой вот этой концепции трехчленкой символизма Мерешковский Мерешковский написал знаменитый роман свой Юлиан отступный да как раз после Константина Великого там был Юлиан который попытался вернуть систему многобожия античных богов в империю почему потому что ну первоначальное раннее христианство оно было примитивно с точки зрения сложных философских концепций античного мира и так далее и он пытался вернуть назад простите я так сказать попробовал не с кружки пью просто такой навар поэтому прошу меня простить за такие мелкие быдые подробности да и вот что называется попытался вернуть систему и так далее он вошел в историю Юлиан отступник и то же самое у нас будет какую-то так сказать ну если не веру то что-то так сказать какую-то концепцию новую нам предложат и в этом плане удивительное пророчество было в шестнадцатом веке русских старцев которые говорят что русское православие спасут китайцы которые массово будут принимать православие и тем самым поэтому раньше еще лет двадцать назад и тридцать с бредом какие-то сегодня это не кажется такое пророчество есть и и вот так вот так такой поворот такой разворот так что нефть растет это признак того что владимир путин договорился с западом чубайс назначена когда часто он договариваешься будет договариваться все понятно спасибо голланд и сумасшедащим